Привет, друзья! Сегодня у меня такое разговорное видео. В общем, что меня побудило его записать, давячи на днях, пришел ученик. И это уже не первый случай, когда приходит человек из всяких там школ, не школ, и говорит, что все весело, все классно, там тусовки и так далее, и тому подобное. Но вот как не играл, так и не играю. И что-то постоянно чего-то не получается. Так вот, что хочу сказать по поводу всяких этих школ, не школ и так далее, сетевых всех этих штук. Если так случается, что в этих школах попадается хороший преподаватель, то все окей. Но, как правило, вот как у меня пришел недавно парень, говорит, вот преподаватель начал что-то показывать, начались какие-то вопросы, он не смог на них ответить. И из-за этого ученик ушел, и я начал узнавать, кто же преподаватель в этой школе. Оказалось, что он вообще клавишник, пианист. Ну, другая ситуэйшн. Из другой школы уже пришел ученик, я начал пробивать. Смотрю, а преподаватель-то оказывается не преподаватель вообще. Ну, то есть он умеет что-то играть на гитаре, там, наверняка поможет вам научиться играть Виктора Цоя, там, группа кино и все такое. Ну, то есть, как бы без проблем, почему нет. Но, понимаете, в чем отличие вот такого преподавателя от действительно хорошего, профессионального преподавателя. И в чем отличие вообще вот этих частных сетевых школ от просто частных преподавателей хороших. В том, что сетевые школы вас будут больше всего развлекать, чтобы вы не ушли оттуда. Чтобы вы там постоянно закладывали туда деньги, там, тусовки и все такое. Это, в принципе, неплохо. Это хорошо, когда есть тусовки, движ. Это классно. Но, скорее всего, вы не особо-то и научитесь. Вот. Вопрос, сколько это стоит, ну, я считаю, это индивидуальный, да. Для кого-то 80 тысяч отдать за полгода абонемент там, да, вот в сетевых этих школах. Ну, если включать все эти тусовки, то, в принципе, это нормально. Потому что там много дополнительных каких-то занятий и все такое. Вот. Но в целом качество обучения, оно очень-очень поверхностное, любительское. И если вы хотите научиться быстрее играть на гитаре, и вот чему хотел сказать, да, то есть, хороший преподаватель, он будет о вас заботиться. Он будет сидеть с вами, выявлять проблему, выявлять вот, что вы сделали неправильно. Допустим, у многих с мелкой моторикой проблема. Тогда вот я начинаю прям это вот копаться, прям дотошно выяснять, что может суставчик не гнется, значит, надо на него обратить внимание, поиграть упражнения, чтобы эти суставы начали сгибаться, чтобы вы могли прижимать аккорды. В сетевых школах такого вряд ли будет. Ну, опять же, если попадется там хороший преподаватель, то окей. Но, скорее всего, как показала практика, нет. Скорее всего, там вас просто будет развлекать, закидывать всякими там мелодиями, упражнениями, и особо, ну, толку от этого не будет никакого. Вот. И что хочется сказать, что вы, когда идете в такие школы, обязательно пробивайте, кто преподаватель, что он вообще умеет. Если у вас цель научиться играть там Виктора Цоя кино, то окей, вам, в принципе, вообще любой подойдет гитарист, который умеет это делать, потому что там особо нечему учить. Исключение составляет только в том, это если у вас какие-то вот индивидуальные такие особые проблемы, связанные с ритмическим слухом, мелкой моторикой, координацией движения. Над этим, скорее всего, никто не будет работать, и вот дотошно, детально, вот, как я, например, в эту проблему вникать, и выявлять это все дело, и разбирать прям на мелкие-мелкие части, что вот у тебя вот с этим, с этим, с этим, с этим проблема, давай-ка вот поиграем упражнение, а потом вернемся к песне. Вам там накидают в этих школах просто песен, и идет расчет на получится-не получится. То есть есть же вот ребята, которые берут в руки гитару и начинают играть, и у них все получается. Ну вот от природы дано. Но вот, как показала практика, очень много людей приходят, с ними надо прям сидеть, прям вот вникать в эти все вопросы, в эти все нюансы, раскладывать это все дело, прорабатывать, прорабатывать эти движения, объяснять вообще, на чем стоит вся музыка, где вот этот фундамент, от которого надо плясать, потому что вам, как правило, вам дают играть песню, но у вас вообще плохо с чувством ритма, то есть с измерением времени. А в музыке это вот основа основ, фундамент. Если у вас с ритмикой плохо, вы не сможете два аккорда друг с другом связать, вы не сможете две ноты сыграть нормально, понимаете? Если у вас плохо с мелкой моторикой, вы не сможете правильно поставить аккорд, прижать его, правильно прижать ноту, чтобы сыграть. Если у вас плохо с правой рукой, вы не сможете сформировать звук, удары, вам не объяснят, как надо работать пальцами. Это все очень детально, на первых этапах обучения нужно объяснять. Тогда вы сможете взять аккорд чисто, вы сможете сыграть мелодию чисто, вы сможете сыграть это качественным, хорошим звуком, а не так, как попало, с каким-то там требезгом, пердежом и всем остальным. Понимаете? Вот проблема всех сетевых музыкальных школ. Я их могу перечислить, но не буду как бы. Этика бизнеса, она такая, я об этом говорю. Надеюсь, они меня посмотрят и обратят на это внимание. Как я уже сказал, я не против, чтобы людей там развлекали, тусовки, это все здорово. Ну, на самом деле, это круто. Я-то, видите, такой преподдотошный, вот ко мне, если вы приходите, то вы приходите учиться и, несмотря на то, что вы хотите, вы этому научитесь по-любому. То есть я даю гарантию, потому что я прям все разбираю очень сильно детально и очень глубоко вникаю в суть проблемы и решаю эту проблему. Кому-то дается тяжелее, кому-то сложнее, но вы стопудово научитесь, потому что у меня других вариантов вообще нет. Либо вы откажетесь, потому что, типа, ну, не захотите работать над этим, а надо. Вот, тогда идите, пожалуйста, развлекайтесь, но вы не научитесь. Может быть, когда-нибудь что-нибудь стрельнет, повернется и да. Вот. Тогда вы чего-то там заиграете. Но вряд ли. Вот. Опять же, это мой опыт. Вот такие люди ко мне приходили. Вот. В общем, если вам что-то интересно от меня узнать, задавайте вопросы. Вот сегодня такой был просто разговорный момент. Напишите, что вы думаете по этому поводу. Давайте подискутируем, обсудим. Всем пока, ребят. Субтитры сделал DimaTorzok.